4 июля 1941 года артиллерийская батарея старшего лейтенанта Якова Джугашвили вместе с частями 20-й армии попала в окружение под Витебском. 16 июля, при выходе из окружения возле города Лиозна, старший сын Сталина Яков Джугашвили пропал без вести. А уже в начале августа 41-го года на позиции советских войск немцы стали сбрасывать листовки с призывами сдаваться. На листовках были напечатаны снимки Якова Джугашвили в окружении немецких офицеров. На оборотной стороне листовок, почерком Якова, было отпечатано так называемое письмо к отцу. Весной 2002 года Центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны провел исследование образцов почерка Якова Джугашвили с немецких листовок. Выводы были однозначны, две записки, в том числе так называемое письмо к отцу, написаны не рукой Якова Джугашвили, а иным лицом, с подражанием почерка старшего сына Сталина. В ходе исследования фотографических снимков старшего лейтенанта Джугашвили, изготовленных в Германии с июля 41 по 14 апреля 43 года, специалистами Центра было установлено, что из 11 фотографий Якова Джугашвили, 7 являются фото- и типографской репродукцией, на 8 снимках установлено наличие ретуши изображения, 3 фотографии изготовлены путем фотомонтажа. На одном снимке было выявлено, применение в фотомонтаже зеркального изображения. В 46 году, в архиве Министерства авиации в Берлине, был найден оригинальный протокол допроса Якова Джугашвили, известный как 150 вопросов и ответов. Это основной, и самый важный документ в деле сына Сталина. Согласно этому протоколу, Яков попал в плен без документов в гражданской одежде. Для установления его личности приведены такие формулировки. Опознан пленами, опознан переводчиком, похож на своего отца, сразу опознал фотографию своего отца в молодости. Подобный способ идентификации весьма сомнителен, в 20-й армии служило много молодых грузин. Протокол был записан 18 июля, в Толочине, в штабе 4-й армии. Помимо бумажной версии, немцы втайне от Якова Джугашвили, сделали звукозапись допроса на магнитную ленту. Документ содержит массу неточностей и ошибок. Однако останавливаться на их разборе нет смысла. Доказано, протокол полностью сфальсифицирован, соответственно нет и никакой звукозаписи голоса Якова, но об этом чуть позже. Вообще очень странным является то, что немцы не сделали киносъемку или звукозапись допросов сына Сталина. Для отлаженной пропагандистской машины нацистской Германии, это был бы настоящий подарок. Очень странно выглядит и гибель Якова Джугашвили. Он фактически пошел на самоубийство, как раз в тот момент, когда начался зондаш на тему его обмена. И самое главное, в протоколе вскрытия тела отсутствует важнейшая деталь, позволяющая его идентифицировать. Так был ли на самом деле в плену старший лейтенант Джугашвили? Яков родился 18 марта 1907 года в грузинском селе Бадзи. Его мать, Като Сванидзе, была первой женой Сталина. Якову было всего 8 месяцев, когда мать умерла от брюшного тифа. Иосиф, безумно любивший свою Като, на похоронах даже бросился в могилу вслед за гробом. Однако революционная деятельность, сопряженная с арестами и ссылками, не позволяла заниматься воспитанием сына. Яков вырос среди родственников матери. Воспитанием сына, отец получил возможность заниматься, только в 21 году, когда 14-летнего Якова привезли в Москву. Он был молчалив и застенчив, почти не говорил по-русски. Характером Яков пошел в отца, однако взаимопонимания они найти не могли. Сталин пренебрежительно называл его волчонком. Выросший фактически без отца, Яков своим поведением нередко раздражал загруженного государственными делами отца. По-настоящему серьезный конфликт между ними произошел в 25 году, когда выпускник электротехнической школы Яков Джугашвили заявил о желании жениться на 16-летней Зое Гуниной. Сталин ранее брак сына категорически не одобрил, и тогда вспыльчивый юноша, прямо в московской квартире отца, попытался застрелиться. Сталин, увидев истекающего кровью сына, сказал «Ты, волчонок, и стрелять-то не умеешь», и вызвал врача. По счастью Яков остался в живых, пуля прошла на вылет, но уважение отца он потерял окончательно. Однако позднее, в письме своей жене Надежде Аллилуевой, Сталин написал «Передай Яше от меня, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет и не может быть больше ничего общего. Пусть живет где хочет, и с кем хочет». В 29 году у Зои Якова родилась дочь, однако через несколько месяцев она умерла. Вскоре после этого брак распался. В 36 году Яков женился во второй раз на балерине Юлии Мельцер. В феврале 38 года у них родилась дочь, которую назвали Галиной. Своё призвание сын Сталина искал долго, не раз менял работу и уже почти в 30-летнем возрасте поступил в артиллерийскую академию РККА. В мае 41 года старший лейтенант Джугашвили был зачислен командиром артиллерийской батареи 14-го гаубичного артиллерийского полка 14-й танковой дивизии. 23 июня танковая дивизия Якова Джугашвили выдвинулась на фронт. Исчезновение сына Сталина 16 июля заметили не сразу. 14-й гаубичный полк находился в окружении, и лишь к вечеру 19 июля его части смогли выйти из окружения. И только 20 июля, по личному распоряжению Жукова, начался поиск Якова Джугашвили. На его поиски направили группу мотоциклистов, во главе со старшим политруком Гороховым. В районе озера Каспля, поисковики наткнулись на красноармейца по фамилии Лапуридзе. По его рассказу, они вдвоем с Джугашвили выходили из окружения, переодевшись в гражданскую одежду, а документы закопали. Дойдя до озера, Яков решил передохнуть, а Лапуридзе двинулся дальше. Горохов предположил, что Джугашвили за это время вышел к своим, и прекратив поиски вернулся обратно. Однако Яков Джугашвили не вышел к своим. На следующий день поиски возобновили. Но все безрезультатно. Время было потеряно. История с Лапуридзе весьма странная, во-первых, об этом человеке ничего не известно. Во-вторых, непонятно почему он бросил своего земляка, и не просто земляка, а сына Сталина, и ушел один. В-третьих, переодевание в гражданскую одежду и уничтожение документов, вдвойне опасно, ибо ставило его вне закона как перед противником, так и перед своими, немцы могли не считать его военнопленным, а свои объявить его дезертиром. По информации из немецких документов, Яков Джугашвили оказался в плену 16 июля и был этапирован в сборной лагерь Березина. Вечером 17 июля он был опознан. И уже утром 18-го на самолете немцы переправили его в Борисов, где находился штаб группы армий. Однако допрашивать там его не стали, несмотря на наличие в штабе наиболее квалифицированных переводчиков. Якова Джугашвили отправили в Толочин, в штаб 4-й армии. Это было сделано не случайно. В штабе 4-й армии, находилась особая рота службы информации, под командованием капитана Ройшли. Немцы хотели в прямом эфире устроить радиотрансляцию допроса сына Сталина, на что рота имела все необходимые технические средства. Как утверждает историк Александр Милютин, информация о том, что сын Сталина воюет в 14-й танковой дивизии, появилась у офицеров Абвера за несколько дней до пленения Джугашвили. Эту информацию раскрыл один из красноармейцев, попавших в плен под Оршей. Историк Милютин исследовал эпизод пленения Якова Джугашвили и нашел журнал событий, который ввел штабной офицер лейтенант Раймерс. На основании записей этого журнала, Милютин смог восстановить хронологию событий 18 и 19 июля в штабе 4-й армии. Согласно записям журнала, Якова Джугашвили доставили в Толочин, в штаб 4-й армии, поздно вечером 18 июля. В этот день допросы не проводили. 19 июля, в 12.50, лейтенант Раймерс делает две ключевые записи в журнале. Первое, об опознании личности Якова Джугашвили, с формулировками, он утверждает это сам, и переводчик группы армий Центр знает его. Кто этот переводчик, и откуда он его знает, так и осталось загадкой. Хотя после войны, дело сына Сталина расследовалось советскими спецслужбами. Тот же лейтенант Раймерс, в 1946 году, дал подробные показания в НКВД. Опознание Якова Джугашвили, выглядит мягко говоря сомнительным. Вторая запись лейтенанта Раймерса, говорила о неудачной попытке радиорепортажа, так как Джугашвили отказался сообщать что-либо. Других попыток провести допрос не предпринималось. Яков пробыл в штабе 4-й армии, до вечера 19 июля, и был отправлен в Польшу, в лагерь для военнопленных номер 56 в Простке, где 20 июля был зарегистрирован, согласно карте военнопленного, которая хранится в Центральном архиве ФСБ. Таким образом, историк Милютин, делает однозначный вывод, допроса Якова Джугашвили не было ни 18, ни 19 июля, это означает что протокол допроса от 18 июля, полностью сфальсифицирован. Помимо бумажного протокола, в немецких документах упоминается звукозапись, которая откуда-то появилась 21 июля. Эту звукозапись капитан Ройшли лично отвез в Берлин Геббельсу. Министр пропаганды прочитал расшифровку записи и она его не устроила. Запись отредактировали. В результате, по утверждению историка Милютина, запись сократили вдвое, а содержание ответов изменили на 80%. Вторая расшифровка была направлена в Министерство иностранных дел с комментарием «Малоинтересный доклад о допросе сына Сталина». Обе звукозаписи пропали. Таким образом, можно сделать однозначный вывод. Группа капитана Ройшли в штабе 4-й армии попыталась поделать звуковую запись допроса Якова Джугашвили, который по документам уже находился в лагере простки в Польше. Однако немцам так и не удалось сделать фальшивку приемлемого качества ни в первом, ни во втором отредактированном варианте. Скорее всего, обе пленки уничтожили за ненадобностью. 21 июля информация о пленении Якова по дипломатическим каналам была доведена до Сталина. Скорее всего, он не поверил в пленение сына. Поэтому вскоре была арестована жена Якова Юлия Мельцер. Она была дама своеобразная. В 1940 году Юлия ездила на лечение в Германию. У Якова было достаточно много фотографий, чтобы ими можно было поделиться с вражескими службами. Поэтому Мельцер сразу заподозрили в передаче сведений, в том числе писем и фотографии Якова, которые были использованы для фотофальшивок в листовках. В 1943 году Юлию выпустили. Впрочем, образцы почерка Якова Джугашвили в Абворе получили и без Мельцер. Помимо записки из плена, имеется открытка, отправленная из Вязьмы, 26 июня 1941 года, адресованная жене Якова, Юлии Мельцер. В ней содержится важная зацепка. Яков обещает написать более пространное письмо, при первом удобном случае. До жены так и не дошло никакого пространного письма. Вероятно, Яков Джугашвили погиб 16 июля, и его документы вместе с этим письмом попали в руки к немцам. Еще одной версией получения почерка сына Сталина могло стать чрезвычайное происшествие, произошедшее в 14-м гаубичном полку. О нем известно из акта, составленного командиром штабной машины лейтенантом Беловым и подписанного старшим политруком Гороховым и еще четырьмя сержантами. 15 июля, в 3 часа ночи, при выходе из окружения через местечко Лиозно-Витебской области, колонна полка подверглась обстрелу со стороны противника. От прямого попадания снаряда, машина штаба ЗИС-5 полностью сгорела со следующими документами и имуществом. Штаты, личные дела младшего и рядового состава, ящик с партийными и комсомольскими документами, различные имущества. Вряд ли от прямого попадания могли сгореть все документы, скорее всего большая их часть разлетелась бы в стороны. Наверняка штабная машина со всеми документами попала к противнику, а акт был нужен, чтобы уйти от ответственности. Операция по фальсификации пленения Якова Джугашвили, преследовала не только пропагандистские цели, но и должна была оказать психологическое давление на Сталина. Персоне Сталина уделялось первостепенное внимание. И не только потому, что Гитлер ненавидел его больше, чем Рузвельта и Черчилля. Сталин был фигурой номер один, на нем замыкались все важнейшие вопросы, внутренней и внешней политики Советского Союза. А значит, и весь ход Второй мировой войны. Анализируя совокупность доступных документов, можно предположить, что о проведении этой операции в самой Германии знал крайне узкий круг лиц. Если оценить условия содержания пленника и его постоянное перемещение по различным лагерям, напрашивается вывод, что подходы к сыну Сталина жестко контролировались немецкой стороной. И все попытки советских спецслужб получить более точную и достоверную информацию об узнике, окончились неудачей. Если предположить, что сын Иосифа Сталина погиб, а не попал в плен, то после гибели Якова события могли развиваться в двух направлениях. За старшего лейтенанта Джугашвили выдал себя его земляк-сослуживец, который знал отдельные факты его биографии. Но более вероятен второй вариант. Воспользовавшись документами погибшего сына Сталина, Абвер разыграл спектакль с участием своего агента. «Я солдата, на фельдмаршала не меняю». Эту знаменитую фразу, из киноэпопеи Юрия Озерова «Освобождение», Сталин никогда не произносил. Потому что немцы менять Якова Джугашвили не предлагали. Хотя в своей книге «20 писем к другу», Светлана Аллилуева вспоминает. «Зимой с 42 на 43 год, уже после Сталинграда, отец вдруг сказал мне, во время одной из наших редких встреч, немцы предложили мне обменять Яшу на кого-нибудь из своих. Стану я с ними торговаться? На войне как на войне». Однако память даже столь близкого к Сталину человека, вещь все равно не самая надежная. Задолго до книги Аллилуевой, эта фраза, впервые появилась в одной английской газете, и была плодом фантазии какого-то досужего журналиста. Согласно немецким источникам, Яков Джугашвили был застрелен, 14 апреля 43 года, в концлагере Заксенхаузена, при попытке броситься на проволоку забора, по которой проходил электрический ток. Основываясь на показаниях охранников лагеря, ряд отечественных и зарубежных исследователей, считают, что это был осознанный акт самоубийства. Но почему эта трагедия, произошла в апреле 43 года? Дело в том, что в конце марта, начале апреля 43 года, через представителей Международного Красного Креста, началось зондирование проблемы обмена пленами. Поэтому участь особого узника была предрешена. Его дальнейшее участие в операции, могло привести к полному раскрытию фальсификации. И последняя важная деталь. Согласно протоколу вскрытия, смерть военнопленного Якова Джугашвили, последовала от выстрела в голову и наступила мгновенно. В протоколе нет ни слова об ожогах, которые должны были остаться от удара током. И самое главное, на теле Якова Джугашвили не обнаружили шрам, после неудачного самоубийства. Согласно показаниям коменданта концлагеря Заксенхаузена, штандартенфюрера СС Кайндля, после смерти Джугашвили, его тело еще сутки висело на проводах забора, а после было сожжено в крематории лагеря. Урна с прахом, была отправлена в Главное управление имперской безопасности, и там загадочным образом пропала.